Приветствую всех! Итак, хочу поделиться одними из фундаментальных и ключевых принципов Церкви Гейтвей. И мы называем его, во-первых, Иудею. Мы читаем о нем в Римлянах 1.16, где Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Потом там сказано следующее, потому что многие далее не читают, во-первых, Иудею, а потом и Эллину. Поэтому мы верим, что мы должны проповедовать Евангелие по всему миру. Но есть порядок, который Бог установил, А это означает, что евреям в первую очередь. Ишуа сначала пришел в дом Израиль. Везде, куда шел Павел, он шел сначала к евреям. Поэтому, когда началась Церковь Гейтвей, с первого года существования мы начали поддерживать служение, которое проповедует Евангелие в первую очередь евреям. Мы начали отделять 10% всего, что получаем для тех, кто находится на миссиях. И потом мы отделяем 10% от этих 10%, десятина от десятины, чтобы поддержать тех, кто проповедует Евангелие в первую очередь евреям. Я хочу рассказать вам, как Бог положил мне это на сердце. Бог проговорил мне о Его любви к Дому Израиля, а также ко всему миру. Но позвольте, я вам приведу параллели, которую Бог положил мне на сердце, о даянии, во-первых, Иудею. Однажды меня пригласили на пастырскую конференцию, чтобы я рассказал, почему Бог так благословил Гейтвей. Но я ответил пастырям, что не хочу об этом говорить, так как это будет звучать гордо. Но Господь проговорил ко мне и сказал мне, чтобы я объяснил им, почему Он благословляет Гейтвей. Я начал писать свое послание, и когда уже его заканчивал, Господь сказал мне, что это не поэтому Он так благословляет нас. И я спросил, так почему же церковь Гейтвей настолько благословлена? И он мне рассказал притчу. Есть дом для сирот, и старшим в нем был очень жестокий человек. Но по дороге вниз от приюта жил очень благотворительный отец. И он хотел усыновить всех детей с приюта. И он придумал план, что он усыновит сначала несколько из них и покажет им свою доброту. И тогда остальные из приюта захотят быть усыновлены им. Итак, он усыновил нескольких, оказал им свою доброту, проявил к ним любовь. И потом план сработал. Остальные дети захотели быть усыновлены им. Но эти первые дети возревновали и ушли. И потому он сказал мне, «Роберт, ты пришел ко мне. Тебе нравится здесь. Ты хочешь быть здесь. Но я беспокоюсь о первых детях, которые ушли. И я бы хотел, чтобы узнать, сможешь ли ты вернуть их обратно домой, чтобы они опять здесь жили». И Господь сказал это. И я достал кошелек и спросил, «Сколько тебе нужно?» Вот почему церковь Гейтвейна столько сильно благословлена. Каждый раз, когда мы начинаем новое служение, мы начинаем с миссии, которая проповедует Евангелие, во-первых, евреям. И когда мы это начали делать, Бог благословил нас так, чтобы мы могли проповедовать Евангелие по всему миру. Благодарим Бога за Его благо. А также спасибо Богу за вашу щедрость к нам, чтобы мы могли проповедовать Евангелие всем народам по всему миру, но также Дому Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok